Ребят, вот это томогавка. Много роликов было про него, но сегодня ролик про Рибай. Сначала разожгу гриль, а потом расскажу. Привет, я Иван, и вы на канале Маэстро Барбекю. Лето, и это пора проводить свой отпуск на природе, много жарить. Разжигаю гриль. У Генея сможет зажечь любую горелку. Я зажгу две правых, положу перчик обжигаться и положу помидор запекаться. А теперь давайте поговорим про мясо. Замечательный томогавк. Я его уже отеплил. Он уже готов к жарке. Снимаю бонгард. Бонгард защищает пленку от повреждений. Вот видите, острая кость и косточка, собственно, защищена. Вернее, пакет защищен от того, чтобы быть проколотым. Хорошо было бы этот ролик снять, а потом в обратной последовательности перемонтировать и показать, что такое томогавк. В общем, томогавк – это рибай на косте. Видите, длинная кость – это томогавк, как топор. Спинная мышца с пятого по двенадцатое ребро сверху вырезается, получается рибай. Толстый край по-нашему. На большой косточке – это томогавк. Вот если мы возьмем косточку и вот так вот, чуть-чуть, да, Ваня берет и дорогой кусок мяса превращает в не такой дорогой кусок мяса. Ребята, вот это у нас рибай. Это верхняя мышца спинная у быка с пятого по двенадцатое ребро. Но вот на маленькой вот такой косточке это называется ковбой. Дальше волшебство. Мы с вами берем и убираем кость совсем. Еще берем вот этот вот треугольничек, подрежем вот тут, тут подровняем. Как грустно. Вот тут. Вот так вот. Это у нас получается рибай. Смотрите, это рибай. Это верхняя мышца с пятой по двенадцатое ребро. Отличное жирное мясо. Относится к семейству премиальных стейков. Сейчас его пожарим. Надо посолить этот кусочек мяса со всех сторон. Хорошо. Который был сначала ковбоем. Потом он стал рибаем. А до этого он был изначально ковбоем. Вообще, ребят, покупайте мясо в трубах и делать вот такие по 4-5 сантиметров. Но вот это лучший кусок для того, чтобы поймать прожарку. Я его оттеплил. Он теплый. В нем 22 градуса. Посолю и поперчу дробленым перцем. Вот так вот. Кто мне говорил про то, что у меня ножи тупые, смотрите, какие они стали острые. Я на нож вообще не давлю. Кстати, перчатку я делал, потому что я порезался. Какой же лучший гарнир к этому куску мяса. К жирному, премиальному стейку. Это, конечно, картофан, ребят. Картофан. Вот нарежьте, как я. Вот так вот маслечком сбрызните. Размажьте. Переверните. Такая барбекю, жиранина. Мне нравится. Еще раз. Все. Не солим ничего. Отправляем на гриль. Зажигаю левую горелку под решеткой. Очищаю. Гриль у меня боевой. Если гриль у кого-то чистый, ребята, вы просто ним не жарите. Я на этом гриле уже сегодня три раза жарил и собираюсь пожарить четвертый раз. Гриль должен быть рабочий, вкусно жарить и вкусно кормить меня и мою семью. Правильно, Леша? Все. Положили. Начинаем ее жарить. Помидор уже начал поджариваться. Переворачиваю. Перчик поворачиваю. Знаете, у меня сегодня были днем рабочие съемки, а вот сейчас такие кайфовые слегки для канала Маэстро Барбекю. Обожаю такие съемки. В общем, смотрим перчик, обжигаем со всех сторон до конца, переворачиваем. Помидор уже совершенно точно готов. Аккуратно забираю его и кладу в металлическую миску. У кого-то очень сильно раздражает слово полусфера. Полусферу в профессиональном языке. Полусфера называют в профессиональном языке, ну, действительно, полусферу. Это очень удобная посуда. И когда на кухне говоришь, дай полусферу, тебе дают полусферу, а не какую-нибудь миску. Переворачиваем картошку. Мало добавил я масла. Приводит цифры, что конкурентный гриль жарит лучше. Я не знаю, ребята, пожарите с моей, вы поймете. Я понимаю, что смотреть там инструкцию и выбирать по техническим характеристикам. Рабочую лошадь, рекомендую. Перчик вот так вот зажарил. Так же в миску. Закрываем. И в морозилку на 5 минут. На вопрос, что это такое, это термометр. Я даже не пленился, кинул удлинитель. Термометр показывает, сколько сейчас градусов в гриле. Вот сюда можно подключить 2 щупа и контролировать температуру готового продукта. В общем, сейчас не об этом. Беру рыбай, бывший ковбой, а до этого тамагавк и отправляю на решетку. Важно припечатать, чтобы поджарилось прям. Закрываю. Прошло 3 минутки. Не отлепляется. Не отлепляется на горячее место, рядышком. Кладу и опять прижимаю. Создаем некую решетку. Картошечка. Картошечка у нас поджарилась с двух сторон. Убираю ее на второй ярус. Мне кажется, классная картошка, да, Леш? Как тебе? Ну, что вы картошку на гриле вообще ставите. Давай так, все продукты, которые готовятся на гриле, они апрриори уже становятся вкусными. Я знаю один, который не очень. Это просто сочетание. Да. Уменьшая все горелки на маленький жар, оставляю, закрываю крышку. Чеснок, маленький зубчик, укроп, грамм, наверное, 10, мята, тимьян, петрушка, кинза. Все, помыл предварительно, высушил, вот сюда отправил. Луковица, половина луковицы, если быть точнее. Все хорошо измельчаю. Теперь вот эти вот веточки от тимьяна достаю. Они очень грубо, исчищать с них очень проблематично. Я исчищаю вот с помощью блендера. Все идеально. Сейчас у меня мощный морозил, кстати, шокер. Сейчас охлаждается там перец. Ну и, собственно, помидор все это добавлю. Посолим, поперчим, маслечко добавим. И под стейк будет, ребят, самое-самое то. Под этого красота. А, какая красота. Закрываем. А, какая красавица. Еще раз поворачиваем. Класс, пусть жарится. А теперь собираю картошку. Она пропеклась. Вот сюда вот, в полусферу, в миску. Да как вам нравится. Куда вам угодно, хоть в тазик складывайте. Главное, чтобы, ребята, вам было вкусно. И тазик мытый. И тазик мытый. А если не нравится, не мытый. Да складывайте его немытый. Сюда соль. Чеснок, орегано, растительное масло. Все хорошо перемешиваем. Ароматный картофель на гриле готов. Рецепт из серии. Пятую точку расчешешь. Помидор, шкурка теперь легко снимается. Сердцевину нужно удалить. Все остальное отправляем в блендер. Сердцевина жесткая, она просто не нужна. Перец. Раскрываю перец прям вот тут. Всю жидкость сюда. Очищаю перец. Сок лимона для кислинки. В томате есть своя кислинка, но лимон тоже пригодится. Плюс, когда будет взаимодействовать с растительным маслом, будет некая эмульсия. Свежемолотый перец. Много. Соль. По желанию можно добавить острого перца. А, ну какова красота. Ну и мы еще полежать на верхнюю полку. Пусть полежит минут 10. Ценность этого стейка в том, что он жирный, ребята. До этого в премиальных стейках в роликах я использовал сливочные соусы. Вырезка из триплой довольно-таки нежирные. Они постные стейки. Поэтому я там использовал жирные соусы. А тут, ребята, травяной на основе перца. Такой а-ля чимичурин. Конечно, не чимичурин. Это как борщ. Знаете, вот столько же рецептов в чимичуре, сколько рецептов в борща. В общем, смысл этого стейка в том, что он жирный. Чтобы жир весь так хорошенько поджарился, впитался в мясо. Невероятная мраморность этого стейка придаст особую пикантность стейку. Соль и перец сделают отличную корочку. Стейк выгодреши, а значит мягкий и сочный. Кладем его. Дадим отдохнуть минут 10. После этого нарежем. Видите, я уже в тарелку красиво выложил картошку, сделал травяной соус. И после этого мы все это, ребята, с вами сожрем. Ребят, пока мясо дыхает, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Нам это необходимо. До сотки осталось совершенно чуть-чуть. Мне кажется, мы с Лехой делаем замечательный контент. И нам нужны подписчики. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Да нет, не так, ни хрена. Пишите лайки, ставьте комментарии. Вот так должно быть. Смотрите, какой вызревший кусок мяса. Прямо вот разваливается все. Нарезаю. Ребята, сделайте прожарку, какую хотите. Это не кровь. Это совершенно спокойно можно есть. И еще вот так вот. И теперь все это выкладываю на тарелку. Немного поворачиваю, чтобы было видно, какое у нас шикарное мясо на разрезе. Шикарный медиум. Шикарный медиум, да. Без термометра. Просто вывезли на опыте, да, Лех? Как Лавринь-то говорит. Вот так вот все подвину. Сюда поставлю соус. И буду наслаждаться. И еще раз солю, чтобы мясо внутри было посолено. Хочу всем сказать, ну не только ребята, но и девушки. Хочу каждому сказать спасибо. Спасибо, что смотрите наш канал. Спасибо, что ставите лайки. И огромное спасибо всем тем, кто покупает в магазине гриле, аксессуары, специи. В моем магазине. Ведь это непосредственно влияет на содержание канала. Это помогает нам существовать. Спасибо вам большое. Но теперь время пробовать стейки. Ну, посмотрите, да. Ну, что за красота такая. Классное же мясо. Вот так вот его в соус. Блин, ну. Это то, что надо. Мягкое. Сочное. И если вам очень кисло, добавьте сахара. Пишите лайки, ставьте комментарии. Всем пока.